приветствую вас всех на моем канале петельки из амстердама все вязание для начинающих и опытных рукодельниц сегодня мы продолжим знакомиться с вами с книгой норы гон рельефный узор из перекрещенных петель следующий узор которых я хочу вам показать называется тройной ромб его рапорт состоит из 14 петель и 39 рядов значит в принципе можно вязать рапорт за рапортом и вверх можно рапорт за рапортом как вы хотите но я сегодня вам покажу как вяжется вот этот один рапорт из такой трой тройной ромб мы разберем с вами схему к этому вязание и на практике на попробуем связать такой образец и так значит вот эта схема из книжки норы гон она разработана для кругового вязания так как этот образец можно вязать и по кругу и поворотными рядами поэтому я для себя чтобы проще было и для вас немножко переделал эту схему и так что можно было вязать и поворотными рядами значит чем это он отличается вот на этой схеме вы смотрите здесь все четные и нечетные ряды они идут подряд и они вяжутся все с этой стороны и обозначение здесь а так как это все выглядит с лицевой стороны если при поворотном вязании вы поворачиваете значит на изнаночной стороне вам вот эти как бы все петли надо в уме мысленно как бы наоборот вязать в принципе можно и так но это не очень легко не очень как бы хочется заморачиваться поэтому я сделал переделал вот эту схему вы тоже можете сделать себе снимок экрана кто хочет вязать кто или будет вязать на круговых спицах круговыми вязаниями я для себя переделал эту схему как как можно вязать значит поворотными вот она принципе немножко отличить не так сильно отличается но изнаночные ряды изнаночные это начать четные ряды я уже перед переделал так как они будут вязаться чтобы не надо было в голове ничего переделать итак значит я набрала начальные 14 петель для раппорта узора вот обозначила его маркерами и по краю значит по 3 петли с каждой стороны я сделал чтобы ножку узора выделялся и по одной кромочной вот здесь тоже здесь три петли они уже не относятся к рапорту но чтобы можно было лучше посмотреть итак мы значит вас с вами начинаем вот у нас первый ряд для поворотного вязания так значит я вижу на спицах четыре с половиной миллиметра и так вот иначе это еще чуть-чуть иначе мы начинаем 1 кромочная как бы здесь ничего 3 лицевых я это край и вот маркер начинается сам раппорт узора вот мы смотрим значит про порт узор нас 1 2 3 4 5 6 первых мы вяжем просто лицевыми 1 2 3 4 5 6 немножко подниму чтобы съемок был получше видно вот первый ряд мы вяжем значит нас здесь 6 лицевых встреч обозначение это вот как бы наклон у нас идет вправо это значит две петли перекрещиваться с наклоном вправо как это делается здесь тоже есть небольшая разница для тех кто вяжет бабушкиными петлями и для тех кто пишет вяжет классическим способом так как я вижу классическим способом дальше я буду все показывать как это делаю я для тех кто вяжет бабушкиным способом значит есть разница при перекрещивании вправо вот две петли перекрещивания вправо как бы ничего менять не надо просто перекрещиваем берем вот эти две петли заходит в них слева видите вот две петли доходных не слева провязываем их вместе не снимаясь с петли не снимая со спицы провязан потом еще одна первая петля еще отдельно так вот мы провязали дальше мы смотрим на 5 6 лицевых раз два три 4 5 6 3 моих крайних кромочная так теперь мы поворачиваем наше вязание и вот при повороте сразу легко смотреть второй ряд у нас весь ряд изнаночные провязываем весь ряд изнаночные это как бы легко делайте сами и потом так третий ряд я довязала уже до маркера смотрим нашу схема третий ряд 1 2 3 4 5 лицевых вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 5 дальше опять перекрещиваем две петли вправо значит ничего для меня не меняется и хочу сказать еще значит для тех кто вяжет бабушкин способом данном случае эти петельки надо перевесить за другую стенку да так как у меня сейчас нормально не висят от тех кто вяжет бабушкина ним наоборот им на бы перевесить еще мы вяжем опять две вместе и потом одно отдельно дальше и теперь перекрещение у нас будет влево вот в данном случае мне надо быть эти петельки вот так и беру 2 вместе меняя у них стеночки теперь провязываю сначала вторую вот завожу спицу сзади ввожу во вторую петельку провязываю ее и потом не снимаете две петли со спицы провязываю их 2 вместе вот мы сделали перекрещением петель влево дальше у нас опять 5 лицевых и смотрим 5 лицевых на в этом ряду и все изнаночные в следующем ряду поэтому дальше вяжите этот ряд заканчивать 5 лицевых и все изнаночные в следующем ряду и встретимся в пятом ряду так 5 5 ряд вот я дошла до маркера сняла маркер смотрим нас 4 лицевых 1 2 3 4 потом перекрещиваем две петли перекрещиваем вправо значит еще раз повторяю тот кто вяжет бабушкина способ здесь ему надо петли перевесить за другую стенку для меня так как я вяжу классе классика мне ничего не надо значит я вижу две петли вместе и потом 1 не снимая со спицы потом еще раз первую петлю и потом можно снять потом 2 лицевых у нас идет 2 лицевых и две петли перекрещиваем влево сейчас я буду менять для меня надо поменять стенки петельки перевесить и вижу сначала вторую петельку на завожу сзади вхожу в петлю провязываю вторую и потом 2 вместе и 4 лицевых раз два три четыре кромочная так поворачиваем вязание и в шестом ряду опять видим что надо вязать все петли изнаночными вяжем самостоятельно ряд смотрим нам надо провязать вначале 3 лицевых потом перекрещивания вправо лицевого перекрещения вправо лицевая перекрещивание вправо провязываем две вместе и потом первую еще раз потом одну лицевую и перекрещивание вправо значит 2 вместе и потом отдельно еще раз первую опять одну лицевую и перекрещивание влево здесь я должна петельки перевесить за заднюю стеночку так вот это сделала и теперь сначала провязываю вторую петельку и потом 2 вместе и в конце смотрим 7 ряд в конце мы провязываем опять 3 лицевых и четный ряд 8 опять все изнаночные провязываем самостоятельно девятый ряд еще 2 лицевые потом перекрещивание вправо лицевая и перекрещивание вправо значит начинаем мы вяжем 2 лицевые 1 2 перекрещивание вправо 2 вместе не снимая со спицы первую еще раз опять лицевая и 5 перекрещивания вправо так дальше перекрещивание смотрим перекрещивание 2 5 петельки влево лицевая между ними и еще раз вверх лево значит что мы делаем мы перевешиваем наши петельки провязываю сначала вторую и потом 2 вместе между ними лицевая опять две петельки мы перекрещиваем сначала вторую потом 2 вместе дальше мы смотрим нас 2 лицевых и четный ряд 10 опять все изнаночные провязываем самостоятельно 11 ряд смотрим ведь у нас уже появилась первая петля мы вяжем ее не лицевой а первым вяжем изнаночной значит я провязываю первую изнаночной изнаночной я поменяла спицы на круговых не не очень удобно показывать значит потом мы делаем опять две петли наклон вправо лицевая и две петли наклон вправо еще раз значит мы провязываем две петли вправо две вместе и 1 отдельно лицевая и 5 2 вместе и потом 1 отдельно дальше мы смотрим 2 лицевых 1 дальше у нас идет опять две петли наклон влево между ними лицевая наклон влево на счетом мы перевешиваем петельки сначала провязываем вторую потом две вместе лицевая опять перевешиваем петельки провязываем сначала вторую потом две вместе так и смотрим у нас надо и последняя петля у нас остается тоже изнаночная на 1 свежим ее изнаночные и после маркера я просто улица время вяжь так теперь мы разворачиваемся и смотрим что же у нас в двенадцатом ряду и на сами там увидите первую петельку мы должны провязать лицевой это после маркера потом мы провязываем 12 петель изнаночными и 14 опять лицевой провязываем самостоятельно 13 ряд первая петля у нас изнаночная потом мы провязываем 2 петельки с наклоном влево и 2 петли с наклоном вправо 1 изнаночная 2 петельки с наклоном влево что мы делаем перевешиваем стеночку первого сначала 2 петли одну провязываем потом 2 вместе и 2 с наклоном вправо ничего не меняем сначала 2 вместе потом одну отдельно дальше смотрим у нас одна лицевая и 2 с наклоном вправо и 1 лицевая лицевая 2 с наклоном вправо и лицевая дальше 5 нас 2 с наклоном вправо и тут же 2 с наклоном влево 2 с наклоном вправо 2 с наклоном влево перевешиваем стеночку сначала вторую потом 2 вместе и смотрим дальше и крайняя петля у нас опять изнаночная изнаночная после маркера у меня все поворачиваем наше вязание теперь у нас ряд 14 что мы ведь у нас две изнаночные и потом 10 лицевых то есть наоборот 2 лицевых 10 изнаночных и 2 лицевых вяжем сами 15 ряд значит у нас 2 изнаночных 2 с наклоном вправо 2 изнаночные 2 с наклоном вправо потом 1 лицевая и опять 2 с наклоном вправо 1 лицевая 2 с наклоном вправо стеночки сначала вторую потом 2 вместе лицевая и опять перевешиваем стеночки сначала 2 и в конце у нас 2 изнаночные 1 2 и после маркера все лицевые переворачиваем наше вязание смотрим 16 ряд здесь значит вяжем опять 2 лицевых 10 изнаночных и 2 лицевых провязываем 12 ряд первая петля у нас изнаночная потом 2 с наклоном вправо лицевая 2 с наклоном вправо провязываем 1 изнаночная 2 с наклоном вправо лицевая 2 с наклоном вправо лицевая потом у нас идет 2 изнаночных 2 изнаночных и смотрим дальше 2 с наклоном вправо лицевая 2 с наклоном вправо значит меняем стеночки сначала 2 потом вместе лицевая опять 2 меняем стеночки сначала 2 потом 2 вместе и крайняя петля мы верим у нас изнаночная и после маркера у меня 3 лицевых кромочная так поворачиваем смотрим дальше это у нас теперь будет ряд 18 что здесь меняется смотрите внимательно первую петлю после майк маркера лицевая там 4 лица изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных и 1 лицевая вяжем сами 19 ряд 1 2 петельки с наклоном перекрещиваем с наклоном вправо между ними лицевую и еще 2 с наклоном вправо 2 с наклоном вправо между ними лицевая и еще две перекрещиваем с наклоном вправо потом нас идет 4 изнаночные петельки 1 2 3 4 и дальше 2 петельки перекрещиваем с наклоном влево между ними лицевая и 5 2 меняем стенки сначала провязываем с наклоном влево и еще 2 с наклоном влево с наклоном влево снимаем меняем теночку сначала вторую вот видите и не снимая 2 петель еще раз их вместе между ними лицевая и 5 2 меняем стенки сначала провязываем и потом 2 вместе и после маркера 3 лицевых и кромочная это был у нас 19 ряд смотрим что у нас двадцатом ряду вот у нас двадцатый ряд здесь 4 изнаночных 6 лицевых и 4 изнаночных это между маркерами провязывая самостоятельно вот мы с вами довязали ровно половину рапорта вот этого узора 20 ряд мы закончили и теперь вы видите что в двадцать первом ряду получается вот у нас здесь было 6 изнаночных сейчас уже 4 идет уже на уменьшение на наш ром закрывается и заканчивается поэтому дальше мы с тобой с вами взять не будем вы закончите все сами и вас должно быть должен будет получиться вот такой же вот узор как у меня получился если сейчас мы находимся вот в этом месте и теперь вы дальше будет уже на сужение терруем пиво до вяжите повторяется узор начиная с тридцать девятого ряда вот тридцать девятый ряд он уже тридцать девятый ряд он будет вязаться как первый еще раз вам советую значит сделать снимок экрана удобно поставить может вот так вы распечатаете себе и тогда по схеме очень удобно вязать значит вот эта схема для поворотного вязания мы следующем видео я продолжу вас знакомить с книгой норы гон рельефный узор из перекрещенных петель там еще очень много интересных узоров поэтому если вы хотите их тоже увидеть подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить а если это видео вам понравилось ставьте лайки с вами была светлана пока пока